Спасибо большое, уважаемая Марина Дороговна, уважаемые депутаты Калининградской областной думы, уважаемые жители Калининградской области. Я сегодня буду стараться выступать короче, чем этот год в прошлом году. В прошлом году полтора часа только на доклад потратили, оставлю в этом году больше времени на ваши вопросы, стараюсь на них на все ответить. События начала 2020 года, ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, безусловно, повлияли на наши планы. Они стали причиной, по которой мы с вами обсуждаем результаты деятельности правительства в ближайшей перспективе не в апреле, а как обычно, а в сентябре. Но подробный доклад по итогу 2019 года, с этим и вытрубками, цифрами, вы, уважаемые депутаты, получили в апреле и имели возможность досконально с ним ознакомиться. А сегодня вот исключительно так телеграммно-тезисно продолжить о самых важных вопросах жизни Калининградской области. Конечно, главное спасибо этого года. Мы говорим и не устаем повторять нашим медикам, нашей системе здравоохранения. Спасибо врачам и медсестрам за самоотверженную работу. Спасибо за то, что вместе со всей страной мы здесь держали эпидемию. Очевидно, до окончания массовой вакцинации коронавирус никуда не исчезнет, но также очевидно и то, что в целом мы справились. От себя лично приношу соболезнования родным и близким тех клиентарцев, которых не удалось спасти. Руководством страны было оперативно определено, что центром принятия решений по борьбе с эпидемией должны стать регионы. Мы быстро приняли все необходимые меры, мобилизовали систему здравоохранения. Спасая жизнь людей, не допустили при этом коллапсу в экономике. Нам было практически не останавливать работу предприятий, добившись координации с Роспотребнадзором с обведением мер безопасности. В возобновлении деятельности и в сфере услуг, общаясь с региональным бизнесом, мы нашли дополнительные федеральные эффективные региональные меры по сохранению рабочих мест. Важная мера поддержки экономики и точка ее восстановления роста – это региональное решение о объединении ресурсов на кредитование пострадавших предприятий и организаций, особенно с учетом необходимости сохранения занятости на востоке области. Только из областного бюджета на указанной цели было направлено 780 миллионов рублей. В нашем регионе в одном из первых стране были введены прямые субсидии на компенсацию первоочередных расходов предпринимателей на заработную плату и аренду. Эти субсидии предоставлены почти 3000 микропредприятий и индивидуальным предпринимателям. Реализация меры поддержки была бы невозможной без сцепных денег федерального центра. В связи с снижением планового показателя доходов в этом году регион получил дополнительные дотации в сумме 680 миллионов рублей. Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов промышленности в отраслях экономики пострадавших от пандемии коронавируса выделено 984 миллиона рублей, в том числе средства федерального бюджета, это 369 миллионов. Кстати, это максимальная сумма среди всех регионов, которая была предоставлена федеральным центром на эти цели. Дополнительные меры в связи с занятостью населения направлено на снижение напряженности на рынке труда составили 1,25 миллиона рублей, из них в федеральном бюджете почти 800 миллионов. Выбуды получили более 42 тысяч наших граждан. Ситуация с коронавирусом регионы, региональная экономика, с моей точки зрения, прошла оптимально, конечно, не без потерь, но ни один мрачный прогноз не сбылся. Основой для восстановления развития, как мы видим, стала более благоприятной относительно наших оценок в состоянии экономики и доходной базы бюджета. В марте мы прогнозировали падение и поступление в бюджет к концу года около 12% от плановых доходов, то есть порядка 10% к уровню прошлого года. А по итогам 8 месяцев, наоборот, имеем не падение, а рост доходов почти на 3% относительно 8 месяцев аналогичного периода прошлого года. И если в марте мы допускали такую непопулярную меру, как снижение зарплат работникам в бюджетной сфере, то сегодня приняли решение о полном сохранении лимитов финансирования в этой части на 2020 год. Сегодня можно констатировать, что мы шаг за шагом возвращаемся к нормальной жизни. Предприятия и организации работают, молодыши, попали в детские сады, у школьников и студентов с 1 сентября, начался новый учебный год. Коротко остановимся на основных показателях, и характеризующих жизнь региона. У нас отличается рост регионального продукта от церкви года более чем на 7%. Это цифры не в текущих ценах, а в ценах года с сравнением с 2017. Промышленного производства на 7,5%. Объем продукции сельского хозяйства вырос на 26,7%. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета в 2019 году увеличились на 9,3% при среднем росте среди субъектов Российской Федерации на 7,5%. То есть мы идем быстрее, чем в среднем регионе Российской Федерации. Стабильно увеличивается. Численность населения миграционный прирост к итогам 2019 года достиг почти 13 тысяч человек. Постепенно снижается смертность. В текущем году, несмотря на пандемию, мы также отмечаем снижение смертности на 1,2%. В 2019 году продолжительность жизни составила 73,6% года. За последние два года этот показатель увеличился на один год. Это существенный рост. Вы понимаете, что каждый следующий прирост при таком достаточно высоком показателе это гораздо большие расходы для системы здравоохранения. Тем не менее, не снимая с себя задачи, которую поставил перед нами президент и которую мы, кстати, поставили перед собой даже чуть раньше. 80 лет. Это та цифра, клуб 80, в которой мы, как регион, стремимся войти. И министры Сударова, Канепровиска, будет делать все для того, чтобы этой задачи достичь. Реальная заработная плана работников организации в среднем за последние три года выросла на 8,5%. За две последние годы создано свыше 14 тысяч новых рабочих мест. Из них 5 тысяч в 2019 году. В 2019 году в наш регион из других регионов России, а также из других стран, переехало 277 медиков. В текущем году уже 129 медиков и 117 педагогических работников. В 2020 году в рамках федеральной программы «Земский учитель» в область привлекаются еще 18 учителей, школы которой расположены в сельской местности и в малых городах. 15 педагогов уже прибыли в регион и приступили к работе с 1 сентября 2020 года. В 2019 году в рейтинге российских регионов Калининградская область заняла 9 место по качеству жизни населения. Главным ключевым системным достижением последних лет является реализация комплексных мероприятий, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности, энергетической, продовольственной безопасности нашей Калининградской области и, конечно, прямой военной безопасности. Здесь мы все должны понимать важную роль Министерства Павловны, органов безопасности и охраны правопорядка, обеспечивающих защиту стратегически важной части страны от текущих и перспективных угроз. Коллеги, мы часть большой страны, живем вместе с ней и скоординированно движемся в рамках больших государственных планок. Вектор социально-экономического развития каждого региона России на ближайшие десятилетия задан в Украинском указе президента, определяющего пять национальных целей развития Российской Федерации наперед до 2030 года. В рамках утвержденных национальных проектов мы в регионе реализуем 52 региональных проекта с общим объемом финансирования в текущем году в 12 миллиардов рублей. Все они всесторонне охватывают важные сферы жизни региона – экономику, социальную политику, культуру, спорт, экологию. За первые полтора года работы по нас проектам уже немало сделано. Открыты новые школы, детские сады, ремонтируются дороги, дворовые, общественные пространства. В больнице установлено новое оборудование, оснащаются учреждения культуры, спорта, оказывается поддержка субъектам предпринимательской деятельности. Ну, я бы хотел бы осмотреть основные направления по нас проектам. Тоже так, как и тезисно. Всего за последние два года у нас появилось почти полторы тысячи мест построенных и реконструированных детских садов. В августе получено разрешение на оборудовую эксплуатацию нового детского сада на 225 мест по Борисовскому бульваре в Калининграде. Техническая гордонность начальной школы детского сада на улице Красная уже 95%. Вот этого объекта также ожидается с опережением срока. Еще два детского сада на 535 мест в Калининграде будут введены в 2021 году. Устроек уже ведется. Для решения задачи сокращения двухсменного режима обучения в прошлом году введена в эксплуатацию школы в городе Калининграде на 1700 мест в Восточном корабле. В 2019 году начало строительство новой школы на улице Артельиньевской на 1100 мест. Мы введем ее в декабре текущего года. Сейчас с городом обсуждаем, чтобы начальная школа, не дожидаясь сентября 2021, начала работать уже с января следующего года. В следующем году также будет завершено строительство еще одной новой школы в Калининграде по улице Рассветной. Это самая большая школа региона. В рамках проекта здравоохранения в 2019 году в Центральной городской клинической больнице открыли Центр амбулаторной и онкологической помощи, отделение химиотерапии. В 14 детских поликлиник области поставлено много высокотехнологичного оборудования. Современным медицинским оборудованием переснащена наша областная и Центральная городская клиническая больницы. Как пример достигнутых результатов снижения смертности от сердечно-сосредственных заболеваний, особенности на востоке области после открытия в прошлом году сердечно-сосредственного центра в Гуселе. Тут несколько цифр. К этому центру с начала работы Центра, он заработал 7 октября прошлого года, через его операционную прошло уже 827 пациентов. С инфартом миокарда прооперировано 255 человек, выполнено более 400 диагностических хромографий, начата программа по спасению конечностей. Прооперировано 140 пациентов с тяжелым поражением артерии нижней конечностей. В результате мы смогли спасти и избавить от импутанции на уровне бедра 63 человека. Продолжилось создание новых объектов на селе, открылись два новых фарма. В этом году после ремонта открывается фарма в Новомосковском. До конца года в общей сложности мы откроем 7 новых модульных факторов, 4 в работах федерального проекта и 3 оригинальные программы. Завершен капитальный ремонт детских поликлиник в Гайнинском, в Советске. В стадии завершения работы в детской поликлинике в Зеленоградске на месте бывшей больницы рыбаков возводится новый корпус детской областной больницы стоимостью почти полтора миллиарда рублей. Выделены желательские конструкции отделения неврологии детской областной больницы, было много обращений к нам на этот счет. Тоже эту задачу решим в ближайшие месяцы. В августе завершены ремонт взрослой поликлиники в Балтийске, обновление фасады вечерного корпуса. Еще одна реконструкция стартовала у нас на здании на улице Горького, 65. Здесь разместится поликлиническое отделение горбоводницы номер 4. Открылся центр амбулатурной онкологической помощи в Гуселе. То есть не нужно будет онкобольных. Ездить с Востока в город Калининградск был достаточно сложно. Теперь я не смогу получать эту помощь в городе Гуселе. Завершена разработка новой многоэтажной поликлиники для взрослых и детей с современным диагностическим центром в Калининграде. На улице Согласия начать работу мы планируем уже в этом году завершить, в 2020 год. Такую же поликлинику мы будем строить в Московском районе. В рамках нашего проекта «Демократия» строится новый спортивный объект, введенный в эксплуатацию в Хорп-Позерске. В этом году будет совершено строительство спорткомплекса «Сплавательный бассейн» в Галининграде, спортивная площадка в Светлоградске, спортцентр с универсальным уголовным залом в Светлом. Результатом реализации нашего проекта «Культура» стало открытие модельных объявляйцев. В прошлом году мы капитально отремонтировали три дома культуры, приобрели два автоклуба. В этом году уже строим новый культурно-досудовый центр в поселке Любрино. В следующем году завершим работой в Яснополянке Славского округа. Приоритетом в нашей работе остается, конечно, семья и политика в области детства. Уже сегодня в Галининградской области в рамках нацпроекта «Демократия» реализуются меры социальной поддержки по общим объемам порядка 4 миллионов рублей. В этом году мы первыми в России ввели новую выплату для семей студентов и молодых специалистов в размере 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка. Мы оплавливаем введение такой мерок, оплавливали президентом в прошлом году. Очевидная идея эта витала не только в Галининграде, но и в марте президент объявил о том, что материнский капитал теперь федеральный. Также будет выплачиваться в размере 467 тысяч рублей при рождении первого. Обе эти меры станут хорошим подспорьем в решении жилищного вопроса, который во многом сдерживает рождаемость. Отмечу, что решения, принятые на федеральном уровне, позволили снизить ставку по ипотеке до 6,5%, увеличив доступность ипотечных кредитов. В свою очередь, на территории мы поддерживаем в решении жилищного вопроса те категории граждан, которые особенно в этом нуждаются. Так, в рамках программы «Семейная ипотека» регион субсидирует проценты по ипотечному кредиту, взятому после рождения ребенка. В этом году уже 300 семей получили эту меру поддержки. Большое внимание уделяется многолетним семьям. В 2020 году региональный сертификат на областном материнский капитал выдан 589 женщинам, родившим третьего или последующего рекоменда. Всего с 2011 года выдано уже почти 15,5 тысяч таких региональных сертификатов. Дополнительный областной материнский капитал в размере 50 тысяч рублей предоставлен 1646 сетям. С момента введения этой меры поддержки его получили 4 655 семей. Продолжается обработка компенсации в размере 300 тысяч рублей взамен земельных участков для многодетных. Эта мера введена в прошлом году и вот с начала прошлого года, по настоящее время, в начале сентября, ею воспользовались уже 1107 многодетных семей. В 2020 году 283 многоядным семьям данная мера уже помогла улучшить жилищные условия. Общая сумма выплат за два неполного года составила порядка 330 миллионов рублей. С учетом поступающих обращений граждан, дали поручение Министерства социальной политики расширить направление использования данной выплаты на газификацию жилья, покупку земельного участка или автомобиля. При этом мы продолжим политику, направленную на усиление адресности предоставленных мер. Эту задачу по многому решили социальный фонд, который вступил в силу с 1 января этого года. Вместе с тем, основной основой экономической стабильности семьи должны стать ее собственные ресурсы, а не только меры государственной поддержки. И особую роль, по моему глубокому убеждению, должны здесь сыграть социальную помощь на основании социального контракта, позволяющего семье выйти из трудной жизненной ситуации и твердо стать нам. Опыт этой работы в нашем регионе признан одним из лучших в России. Начиная с 2021 года, Калининградская область включена в число пилотных регионов для опробации новых направлений социальных контрактов и в рамках соглашения с Минтруда России станет получателем федеральных средств, где-то 205 миллионов рублей, на оказание государственной социальной помощи через социальный контракт. С учетом средств областного бюджета мы направим на эти цели 265 миллионов рублей. Благодаря этому уже в 2021 году получателями помощи смогут стать около 3000 малоимущих семей и малоимущих одинокопроживающих граждан. Теперь о других нацпроектах по комфортной и безопасной среде для жизни. 1,4 миллиарда рублей в 2019 году, 1,7 миллиарда рублей в 2020 году мы направили на решение жилищных проблем и кладоустройству территорий, в том числе на меры по поддержке ипотечного приедования и переселения из аварийного и ветхого жилья. В 2019 году за счет бюджета новыми квартирами обеспечены более 8 тысяч жителей области. Все видят, насколько успешно воплощаются в жизнь программы по фондорованию комфортной городской среды. Приведены в порядок оборудованных более 80 территорий, до конца года еще 73. В 2020 году завершаются работы в муниципальных образованиях победителях всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Это Багратионовск, Правдинск, Черняковск, начатые работы в Центральном парке Узамка Рогнит в Немне. Благодаря решению писателя Плавинского, Михаила Немчевича Мишустина, в конкурсе 2020 года у нас было две попытки, поэтому еще дополнительно смогли выиграть дополнительные средства федеральные УСИК и Светлогорск. Проект «Ватрана» мы будем реализовывать уже в следующем году. В этом году мы впервые за 5 лет подняли тариф на капитальный ремонт на 1 рубль с 5,9 рубля до 6,9 рубля с квадратным метром. Несмотря на то, действующий тариф на капитальный ремонт по-прежнему остался одним из самых низких среди субъектов Северо-Западов. При этом мы направляем дополнительно сверхпрограммы сотни миллионов рублей на обеспечение финансовой устойчивости регионального оператора капитального ремонта и восстановления Верхового жилфонда. Конечно, про линии фонда капремонта требуется увеличение взносов. Но мы по итогам обсуждения этого вопроса с Марины Главной и Грудневидико-Датами приняли решение с учетом ситуации в экономике взнос ни в этом году, ни в следующем не увеличивать. Кроме того, мы нацелены изменения отношения к объектам культурного наследия. В нами уже разрабатывается специальная программа по повлечению объектов культуры на наследие в экономический оборот. Через наш фонд, Центр поддержки предпринимательства, по решениям Сберного совета будут выделяться льготные займы сроком до 15 лет на создание на базе объектов культурного наследия и иных объектов, имеющих историческую ценность, туристическую привлекательность, точек притяжения для жителей области, туристов и бизнеса. Этой программе выклются 0 на списание 50% от суммы кредита по итогам инвестиционной фазы проекта. За последние годы, в том числе, благодаря помощи из федерального бюджета, в регионе удалось развернуть беспроцедентное дорожное строительство. Это и Северный Афгут, Калининград и Восточная Стокарда, и, что самое главное, активный ремонт региональных дорог. Реконструируя Северный Афгут, расширяя его возможности, мы ведем реконструкцию всех городских магистралей, ведущих в центр и из центра в область. Уже отремонтированы пять таких улиц, это Московский проспект, Шатурская, Гагарина, Невского, Горького, Челнокова. В пятилетний план по капитальному ремонту и ремонту сети автодорога Калининградской области включено 42 дорожных объекта общей протяженностью более 800 километров на сумму 10 миллиардов рублей. За три года в дорожную сеть были вложены почти 5 миллиардов рублей. В рамках нас проекта безопасной и качественной автомобильной дороги продолжается развитие дорожной сети. На этой цели в 2020 году направлены 2,4 миллиарда рублей и запланировано 26 дорожных объектов общей протяженностью 121 километр. В рамках нас проекта малое и среднее предпринимательство, мы продолжаем поддерживать предпринимателей. В прошлом году в центре «Мнотбизнес» такая поддержка оказана более 9 тысячам предпринимателей, бизнес-лицам, которые заинтересованы в организации бизнеса. Особо ровно еще в содействии именно данного развития России в части кредитования субъектов МСП через предоставление льготных микрозайм. Данная мера очень востребована со стороны калининградского бизнеса, так как размер процентной ставки равен учетной ставке ЦБ, и сегодня возможности этой меры являются значимыми. Существующий объем капитализации вырос у нас в полтора раза и составляет 369 миллионов рублей. В 2019 году в центре «Мнотбизнес» признан Минэкономразвитие России лучшей практикой. Модель этого центра рекомендована для внедрения в других субъектах Российской Федерации. В прошлом году для обмена опыта в нашей регионе посетили коллеги из более чем 70 регионов России. Через программу фонда «Садийский инноваций» мы активно развиваем инновационный потенциал региона. Все большее количество проектов, получивших гранты по линии этого фонда, находит в применении коммерческую реализацию. За время реализации данного направления количество заявок у нас увеличилось в два раза и составило 96. В прошлом году по линии фонда мы смогли привлечь за счет этой программы 58 миллионов рублей. Подводя итог блока нацпроекта, хочу отметить наше четкое понимание. Все усилия, предпринимаемые для реализации проекта, все ресурсы, направляемые на воплощение задуманных пламок, будут оценены в расстройстве только тогда, когда каждый житель Калининградской области почувствует для себя положительные изменения в качестве предоставления медицинских, образоваемых услуг, отремонтированных дорог, в дворах, в новых спортивных центрах, новых возможностей к поведению бизнеса. К слову, в 2019 году мы также проводили независимую оценку качества условий оказания услуг организаций в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания. Данную информацию мы направляли в ваш адрес еще весной. На слайде, в принципе, она тоже приведена. Обращу в ближайшее внимание, что по всем направлениям у нас отличается положительная динамика качества обслуживания граждан в социальной сфере. Теперь о речевых планах. Создание условий для запуска новых производств, сохранение и создание новых рабочих мест – наша главная задача на ближайшую перспективу. В 2019 году Совет повышения инвестиционного климата в Калининградском области одобрил 10 инвестпроектов на общую сумму более 9 миллиардов рублей. В итоге реализации этих проектов планируется создать около 800 новых рабочих мест. Основные проекты, напомню, это проекты туристского пластера Балтийской побережья, реализация которых позволит создать более 500 новых рабочих мест. Отмечу, что проекты пластера Балтийской побережья по реконструкции комплекса берегозащитных сооружений, стоительства белодорожки от косы до косы запланированы к реализации в данном федеральном программе экономического развития и инновационной экономики. До 2024 года на эти цели мы направим 1,8 миллиарда рублей. Мы по-прежнему среди лидеров в сельском хозяйстве. Системный комплексный подход в растении Оспе позволяет нам сегодня занимать первые места в Российской Федерации по урожайности зерновых культур Иракса. Мы ожидаем в этом году. Плодовые сборы зерна урожают в кучу кода, значит, на ровне 700 тысяч тонн. Это еще больше, чем в прошлый год. Министр сельского хозяйства, наверное, не очень хотелось, чтобы я озвучил эти цифры. Она всегда не любит этих прогнозов. Но, тем не менее, 700 тысяч тонн зерновых, 147 тысяч тонн рапса. Таких показателей мы планировали достичь только к 2021 году. Продолжаем наращивание производства решает ассортимент овощей, плодовых и ягодных культур. Идет активное развитие животноводства. Производство свинины выросло у нас на 32% в уровне прошлого года. Реализуются крупные инвестпроекты в сфере газомолочного животноводства. Завершается строительство одного из крупнейших в мире заводов по производству белковых концентратов. Это позволило нарастить отъемы ежегодного экспорта продукции АПК на 120-150 миллионов долларов. Всего в настоящее время в сфере сельского хозяйства и пищевой переработки в разные стадии реализации находится 8 крупных инвестпроектов с общим объемом финансирования свыше 20 миллиардов рублей. В результате выгода предприятий на полную мощность в период 2022 года будут созданы более тысячи рабочих мест. Высокая инвестиционная активность в создании самых производственных фондов наблюдается и в обохозяйственном комплексе. В текущем году мы заключили с Минсерхозом соглашение о начале строительства нового репоконсервного предприятия с объемом инвестиций 1,3 миллиарда рублей, годовой мощностью 125 миллионов физических бомб-консервов. Продолжается реализация инвестпроектов по строительству нового судов рыбопромыслового флота. 16 сентября текущего года состоится спуск на воду корпуса рыбонарьевного суд. До 2024 года рыбодобывающие организации нашего региона планируется построить еще присудно данного типа. Общий объем инвестиций составит 1,3 миллиарда рублей. Всего в Калигородской области в соответствии с планом инвесторазвития на период до 2024 года запланировано к реализации порядка 500 проектов на сумму свыше 400 миллиардов рублей, по итогам которых в области должны быть созданы порядка 20 тысяч новых рабочих мест. Не без гордости я отмечу, что в национальном рейтинге состоящее инвест-климата, которое оценивает усилия региональных украинских команд по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и рассчитывается на основе опросов бизнеса Рубского, в 2020 году Калигородской области заняла 23 место, поднявшись на 7 позиций по сравнению с результатом 2019 года. 4 года назад мы были на 71 позиции. У Калигородской области высокая динамика развития. Есть вещи, которыми мы по праву гордимся, их много, но есть проблемные проекты, которыми я занимаюсь лично, практически в ручном режиме. Регионам крайне важно завершить реализацию критически значимых проектов, о которых мы уже неоднократно заявляли и преодолеть все возникающие в процессе реализации проектов. В число таких проектов, которое строится в онкоцентре в Родниках, я не буду рассказывать сейчас объективные истории про особенности госзакупок. Нам просто надо ввести онкоцентр в самые короткие возможные сроки и без ущерба качества работ. В конце мая возобновлены работы на стройплощадке, в настоящий момент объект входит в нормальный график, ведутся общестроительные работы, монтаж инженерных систем, мечта внутренняя отделка блоков. Мы уже приступили ко второму этапу реконструкции следующего очереди Северного отхода. Я напомню, благодаря поддержке нашего обращения в 2017 году президенту выделено почти 8 миллиардов рублей, и это позволило нам первый этап Северного отхода, по которому мы сейчас с вами активно все ездим, завершить не в 2024 году, а существенно раньше. И, собственно, благодаря этому мы приступили к реализации уже второй очереди от развязки на Северного отхода до Балтийска. При поддержке Москвы движемся в плане продолжения Приморского кольца ДНТР, но с ускорением перспективы его замыкания, проведя через Балтийск в Калининград. В прошлом послании я говорил о базификации Балтийска. В настоящее время мы провели экспертизу, по ее результатам уже заключен контракт и проводится перекрепка документации на газопровод. Газ должен прийти в Балтийск не позднее первого года 2022 года. Другими словами, долгостоек мы не допустим. Что касается газа в Балтийске, также даю поручение региональному Минстрою. Нам необходимо приступить уже в следующем году к проектированию котельных на газовой генерации для снижения стоимости услуги по отоплению горячего водоснабжения для балтийцев. В следующем году проект в 2022 году, когда будет уже газ котельный, должно быть готово, чтобы сезон 2022-2023 года, люди перестали платить в два раз выше, чем могли бы они, если бы отапливались газом. Задача такая перед настроем подставка. За последние три года значительное внимание было уделено повышению финансовой стоимости местных бюджетов. В 2019-2020 годах мы дважды увеличивали норматив формирования фонда финансовой поддержки местных бюджетов с 18,5 до 20% от НДФЛ, что в совокупности позволило перераспределить и закрепить за местными бюджетами на постоянной основе ресурсы в объеме около 350 млн. рублей в год. Данные средства в основном поступают в виде дотации в наши небольшие муниципалитеты с малой численностью населения низким уровнем собственной доходной базы. Со следующего года у нас отменяется единый налогонадмененный доход. Для балансировки местных бюджетов вновь потребуется корректировка системы выравнивания. Для повышения финансовой самостоятельности органов местного самоуправления основной формы сделаны на перераспределение налоговых поступлений из региональных бюджетов в пользу муниципалитетов, в том числе упрощенной системы налогового вложения и налоговое имущество организации, а также увеличение норматива. Она произойдет с 20 до 25%, по НДФЛ с 5 до 15%. При этом будет скорректирован общая минимум дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, но критерий распределения дотаций будет увеличен с 0,697 до 0,75 в 2023 году. Таким образом, минимальный уровень бюджетной обеспеченности у муниципальных образований составит 75% по среднему. В совокупности данные изменения позволят увеличить доходную базу местных бюджетов еще на 250 миллионов рублей. Также мы продолжаем программу «Восток» для агентства муниципалитетов Центра Востока области. В качестве базового инструмента программы для развития предпринимательства планируем продолжить предоставление кредитов на сумму от 2 до 50 миллионов рублей сроком на 7 или 10 лет под 1% годовых на новый и действующий бизнес-проект. Докладывать об успехах всегда легко, не эффектно. Мне бы, в свою очередь, хотелось бы поделиться с вами, обсудить наше видение новых региональных стратегических задач и приоритетов в нашей работе на ближайшую перспективу. Как я уже говорил, за последние 4 года по поручению президента реализован целый комплекс мероприятий по обеспечению энергетической и продовольственной безопасности Калининградского области. Но сохраняется она, в связи, уже последняя большая системная проблема, которую нам предстоит решить. Вопрос единства экономического пространства Калининградского области с остальной частью России. Завышенные тарифы на перемещение товаров и грузов в территории региона на остальную часть территории Российской Федерации, к тому же условия в отношении региона, порой ставят калининградский бизнес заведомо неконкурентое условия по сравнению как с другими регионами, так и с соседними государствами. Далеко не каждый раз, когда принимается какое-либо ведомственное решение, затрагивающее интересы нашей региональной экономики, оно посматривается через калининградскую призму. Задача всей калининградской команды и правительства, и депутатов, и сенаторов, и предпринимателей общественности в том, чтобы о Калининграде не вспоминали потом, после принятия решения, чтобы о нем думали с самого начала. Долгое время экспертами обсуждалась идея так называемой калининградской оговорки, когда решения, в том числе ведомственные, принимаются с учетом эксплуатной специфики калининградской области. Считаю, неокременно вернуться к этой идее и попытаться реализовать ее в практической области. В этом году на площадке Совета Безопасности России были рассмотрены вопросы работы таможенной калининградскому направлению, проблемы транспортной доступности и энергетической безопасности региона. В ходе обсуждения с руководством нашей страны вопросов, затрудняющих развитие Калининградской области, социальной безопасности, был дан ряд получений, которые будут способствовать обеспечению экономической безопасности нашего региона. Президентом поддерживаю нашу просьбу о сохранении и финансировании госпрограммы социально-экономического развития Калининградской области. Очень важным для нас стало решение о внесении поправок в закон об особой экономической зоне, которая предусматривает увеличение до 10 лет сроку применения резидентами особой зоны помиженных тарифов, страховых взносов, независимо даты включения объединенных реестра резидентов по аналогии с Дальним Востоком и Крымом. Мы, видимо, ощущаем серьезные риски для России, которые выражены в создании метро и больше дополнительных мощностей для обхода наших портов, наряду с продолжающейся политикой тарифной дискриминации и манипуляцией с так называемым дозволом. Для решения обозначенных проблем разрабатывается комплексный план развития транспортной инфраструктуры Калининградской области, предусматривающий увеличение грузового портов, обеспечения стабильного паромного сообщения о установлении конкурентных тарифных условий для транзитных железнодорожных перевозок, модернизации пунктов пропуска и прочие мероприятия для повышения транзитной привлекательности региона и создания дополнительного грузопотока через мощности наших транспортных узлов. До конца года мы ожидаем поддержки для Ревоцентра в решении двух важнейших вопросов. Это обеспечение особых условий прохождения транзитных контейнерных поездов, следующих через таможенный пост Москового порта Калининграда. И второе, это совершенствование порядка таможенных операций для международных контрейлерных перевозок, в том числе, чтобы переориентировать транспортные потоки российских компаний в части агарных грузов из Прибалки. А сегодня объем перевалки агарных грузов из России, например, 2 или 2, составляет иногда под 4 миллиона тонн в год. Этот грузопоток мы считаем тоже необходимым частично забрать на калининградские мощности. Ну и, конечно, очень рассчитываем на изменения политики наших друзей из Белоруссии, которые, мы надеемся, также будут иметь в виду наш борт. Мы обсуждали этот вопрос в Белорусском Белоруссии во время нашего последнего визита. Предлагали также использовать наши мощности для берегрузки, дальнейшей транспортировки, экспортов белорусских грузов в Юрг. Коллеги, подравляя этому своему выступлению, скажу еще раз, калининградская область по уровню развития, по скорости этого развития, она один из лучших регионов страны. Одним из доказательств это является постоянный миграционный приток населения, у нас действительно комфортно жить. Но есть и обратная сторона. Многим начинает казаться, что у нас все настолько хорошо, что, может быть, не требуется такого переобращенного внимания. Вспомните, как вы встречаете здесь своих гостей из других регионов страны. Полтора часа перелета, новый аэропорт, приморственное кольцо, море, курорты с хорошими гостиницами и ресторанами. В Калининграде современно ремонтированы центры, скверы, надежные парки. Не трудно подумать, что здесь такой остров изобилия. Конечно, мы, калининградская область и гостеприимные, не рассказываем нашим гостям про сложнейшие условия ведения бизнеса из-за границ и тарифной политики соседей, а частные из-за смены правил игры, когда забывают о нашей эксплуатной специфике. Мы не рассказываем про недогруженность наших портов, про сложнейшие условия скелерации, про условия у них подпорабочек местного здания области. Каждую неделю наши военные самолеты поднимаются в воду для пресечения возможных провокаций со стороны стран НАТО. Надо все это рассказывать, объяснять, добиваться к пониманию. Ну, я могу сказать только одно. Президент правительства Совета безопасности нам уделяет отробное внимание, конечно, в курсе очень подробно всех задач и проблем, которые существуют в нашем регионе. Ну, конечно, нас должны слышать все чиновники. Это общая задача для нашей калининградской команды. Мы работаем для своей страны, и мы должны добиваться понимания. Именно эта парадигма лежит в основе экономической и политической логики развития нашей калининградской области на ближайшую перспективу. Продолжение следует... Продолжение следует...